Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре переломная винтовка и это Retail 135X в калибре, конечно же, 4,5 мм. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Три этих несложных действия очень сильно помогут нашим видео в продвижении и мы будем безмерно вам благодарны. Мы на вас надеемся. Давайте начнем с комплекта, немножко про него расскажу. Много не получится, потому что единственное, что здесь есть, разве что инструкция. Книжка толстая и казалось бы, что здесь так много информации, ужас, но нет. Здесь просто собрано много разных языков и русский есть в том числе. Я считаю, что данная инструкция, вот эта книжечка, она довольно-таки полезная, потому что здесь описано много важных моментов. Проблемы, скажем так, вопросы могут возникнуть у вас, которые, допустим, в ходе эксплуатации она спокойно их закроет. И не хочу сразу же переходить к тому, чтобы смотреть ближе, хочу рассказать вам немножко про подсчетник. Очень мягкий, высокий, объемный, классный, действительно очень приятный, когда ты подставляешь его к щеке. Вот поэтому первым делом выделяю, потому что очень понравилось и можно назвать, наверное, отличительной чертой переломных винтовок. Помимо этого он регулируется по высоте. Просто надо будет раскрутить вот этот винт снизу, поднять его и закрутить, соответственно, обратно. Процедура очень простая, с этим проблем, я думаю, ни у кого не возникнет. Теперь же давайте посмотрим на нее поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель турецкого производства от компании Retail. Является примером классической компоновки пружинно-поршневой пневматики. Ствол у винтовки нарезной и разгоняет пулю до высоких показателей скорости. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями в калибре 4,5 мм. Но для того, чтобы показатели скорости были как можно выше в том самом ее варианте, в котором она поставляется на территорию нашей страны, а именно России, я бы порекомендовал вам следующие пули. А именно Quinture Tornado весом 0,23 грамма или же Diabolo M, вес которых 0,28 грамм. Корпус сделан из металла, а ложи винтовки из ударопрочного полимера. Из прицельных приспособлений у винтовки, конечно же, имеются стандартные. Я говорю сейчас про мушку и целик, которые оборудованы фиброоптическими нитями. Помимо этого, целик настраивается в двух проекциях, что, конечно же, удобно. Но на этом еще не все. Есть планка ласточкин хвост 11 мм, куда вы, конечно же, сможете установить дополнительное оптическое оборудование. Ну, например, как это сделал я. Но в комплекте оптика не идет, ее нужно докупать отдельно. Но это не проблема, и у нас в магазине огромный выбор оптики, поэтому заходите. Тыльник у винтовки резиновый и рельефный. Предохранитель у винтовки автоматический. Находится он вот здесь. После того, как вы ее взведете, обычным стандартным методом переламывания, соответственно, винтовка встанет на предохранитель. Поэтому перед стрельбой просто не забудьте его снять. Длина изделия 1000 мм, из которых 510 мм, это длина ствола. Калибр 4,5 мм, вес винтовки 3 кг и 900 г. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 335 метров в секунду. Ну, а на территорию России данные винтовки поставляются в ослабленном виде с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря же проще, для покупки данной винтовки не нужны никакие специальные документы. Просто приходите и покупайте. Или же можете сделать это и вовсе онлайн. Но вам должно быть, конечно же, 18 лет. Раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как она вам или же вдруг у вас возникли вопросы. Задавайте их все там же в комментариях. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok